друзья всем привет привезли вот мы свои отводки из леса и здесь у меня также отводок безматочный потому что не облеталось и еще у меня есть несколько хотя хочу сейчас их вообще объединять хочу показать как я буду их объединять из леса я привез вот таких вот ящичков на 6 рамок 5 штучек сейчас мы делаем такую как бы распаковку посмотрим как они развились отводки я делал две рамки расплода с пчелами вот такие небольшие были отводки и семьи у меня зараило две семьи и так и иди не вернее вот эти же сейчас привез именно это с одной семьи все 5 отводков с одной семьи и плюс еще я оставил и также и дома этих 5 вывез и посмотрим насколько они развились там у нас в лесу установил их сюда прям на ту семью сверху под которой буду подселять вот так вот на шурупчики крепится крышка чтобы было надежно при перевозке сейчас я на это место поставлю тоже корпус еще один пересажу их тот корпус между ними просто у стилю и газетку и так они будет сами соединяться а потом мы посмотрим как они соединились тяжелый ящичок тяжелый здесь у нас находится семейка которую мы будем подселивать они здесь меда поднесли но пчелы пчелы почти нету я пробовал им сюда давал и маточники и вернее рамки расплодом давал чтобы они себе вывели матку но так они ничего и не вывели не знаю по какой причине вон маточники были он видимо матки выходили если что-то еще осталось у нас погибшими матками маточники почему-то в общем будем их соединять вот так значит мы ставим газету ставим пояс это у меня корпус на 230 рамку поэтому я ставлю на ставку 7 сантиметров чтобы поместилась сюда большая додановская рамка сейчас будем переносить на всякий случай на всякий случай от дымарь взял если будут пчелки агрессивные итак открываем смотрим нашу семейку было у меня отводок это поздний плюс слабенький и потому вы видите крайне рамки так они и не освоили на одну не сходи сюда вот они поднесли меда сюда также видим да неплохо так медом все залили тяжелая такая рамка здесь также вот есть расход внизу и здесь есть расход это тоже рамка шикарная вот смотрите какая рамка видно да тоже весь мед с этой стороны нету на немножко отверстие пробью газете им было легче соединиться так здесь у нас еще язык чуть-чуть он впал сюда так пчелок немного осталось надо их вытряхнуть сейчас сюда надо чтоб матка ладно чтоб здесь не осталось сейчас мы все закрываем как положено крышкой и пойдем к другим отводкам вот у нас еще одна семейка здесь точно также внизу слабенькая семейка мы будем объединять и здесь у меня картина в этой семье другая не знаю будет сейчас видно или не будет я так вот подсвечу как чтобы было видно здесь в общем куча куча яичек в каждой ячейке по куче яичек а вот смотрите вон видите поскольку яичек хаотично в каждой ячейке по пять по четыре яичка это завелась скорее здесь трусовка у меня здесь какая история здесь матка вышла она была такая маленькая какая-то недоросшая долго она не отлаживала яйца а сейчас вот такое делается не знаю я пока матку эту не нашел или то она несет неплодные яйца столько но скорее всего что это здесь трутовка и чтоб не рисковать этим отводкам мы им на всякий случай лучше эту семью вообще отставлю в сторону на ее место поставлю другой улей пересажу семью а этих просто вытрахну и пчелы возвратятся на это место а трутовка уже останется там где их вытрахну сейчас мы посмотрим что здесь делается вот смотрите они себе тут отверстие прогресли вот семейка сейчас мы садим ее сразу сразу вот другой улей тут уже подлетели пчелки какие отсюда какие наверное с той семейки нижней ну зато без трутовки чтоб я не рисковал думаю не буду рисковать они также крайнюю рамку они не освоили вот витком вот здесь матка работает все четко как раз еще мед добавим с той семьи И как раз в той семейке есть 4 рамки с мёдом, там даже 5. Так, кормушка пусть здесь будет, уголок я так вот подниму, пока ещё ночи не холодные, ведь нём тепло даже очень. Эту семейку мы просто пересадим в пустой улей. Это очень тяжёлые, самые тяжёлые наверное. Так, мы эти рамки сейчас лишние уберём. Это я так устанавливал, думаю может залетит рой какой-то. Поэтому я сюда рамок, просто вставил рамок сюда. Эта семейка у нас самая такая тяжёлая. Посмотрим, что здесь делается. Всё-таки крайнюю рамку они не начали, не начали, да. Насброс есть. Здесь они освоили получается все 6 рамок. О, шикарно, мёдом с двух сторон налили. Здесь у нас расплод уже пошёл, пирга всё есть. Такая вот семейка, смотрите. Красиво, да? По центру расплод, потом пирга по кругу и остальной мёд. Тоже так само точно. Здесь ещё и подкормлю, добавлю ещё им где-то метка. Да, видите, здесь они освоили все 6 рамок. Такие все были отводки, конечно, это вклад было. Ничего, что-то уже есть. Просто нужно делать покрепче всегда отводки. У меня как бы расплода не было где взять. Я вот так семью эту раздробил, подробил. Выстукивать не буду, много там мусора внутри. Они старые, храмки старые, они их чистили. Пока вот так вот поставлю. Пусть они перевозят туда. В ту семейку. Ну, вниз или в тот корпус. Следующая у нас семейка. По весу тоже шикарные. Так, посмотрим, что с этой нашей. Это был рой. Ну, я не могу понять. Наверное, была маска неплодная. И потом, когда она полетела на облёт, скорее всего, она не возвратилась, я так думаю. В общем, сейчас увидим, в каком они тут состоянии. Ну, та же история. Мёд есть, смотрите, мёд. Хватает даже мёда. Так, неплохо. По полрамке мёда. Ну, пчелы вообще мало. Расплода нету. Мёд, он набрызг, всё залито. Ну, будут корма как раз. Буду делить другим. Здесь какие пчёлки есть, они соединятся. Сейчас я точно так же стелю сюда газетку. Ну, точно так же посеял сюда газету. Сделал так вот несколько отверстий в этом краю от гнезда. Чтоб они легче соединились. Ну, здесь семейка также шикарная. Я их как вытаскиваю, в таком порядке их и назад ставлю. Ну, смотрите, полная с мёдом, а. Здесь вот расплод. Расплод немало так. Так же и здесь. Рамки у меня здесь разные. И рута, и дадана. Потому что не успевая по времени, вот и какие были, такие не ставил. Тоже мёда хватает. Ну, шикарная семейка. Получается, здесь все маленькие. Вот и можно было и без пояса. Ну, а сейчас я, наверное, пояс уберу. Ого, тяжелые. Так, пояс нам сейчас не нужен. В общем, произошло у нас вот такое вот ЧП. Пересаживал я из ящиков ульи семью. Здесь у меня вот такие вот направляющие. Рамки сдвигать нельзя было ни туда, ни сюда. И они какие-то криво настроили их. И так тяжело, крайне вытаскивалось. Вижу, что там немножко пчелок я загрёб. Потом я их вот высыпал сюда. И думаю проверить. Но всякую, а вдруг, а вдруг матка там есть. И вот из штучки 4 пчелки раздавилось, и одна из них была матка. Представляете? Ну, вот такая вот печаль. Я её подобрал. Смотрю, она еле шевелится. Пока я её рассматривал, она немножко, как говорят, очухалась. Начала ползать. Потом немного смелее. Ну, не знаю. Отпустил её в улью и буду наблюдать. Посмотрим, что ж с неё будет. Жаль просто. Очень жаль. Семейка классная. Как говорится, закон подлости. Надо ж так, а. Когда рамки вытаскивал, они плотно были с собой. Белли. И придавилось несколько пчел. И из них оказалась матка. Представьте. Как жалко, а. Да. Ну, просто рамку вытаскивал, и она где-то сидела между, где близко рамки были отстроены, наверное. Вот так вот жаль. Нужно будет её, наверное, соединить с какой-то семьёй. Семейкой, где. Есть матка. Ну, сейчас они её уже не выведут. Ну, вот так вот. Жаль. Да, она уже жить уже не будет. Придавил её сильно. Ну, смотрите, она немного пришла в себя. Ползает. Даже не знаю. Бедная матка немного пришла в себя. Начала ползать. Не знаю, может быть, проведём эксперимент. Оставим её. Посмотрим. Может они, если она сейчас не погибнет, сделают себе тихую смену. Да, жаль, конечно. Она лапку одну волочит, но... Ну, что ж. Посмотрим, понаблюдаем, что оно будет. Выживет она или нет. Я начала бегать. Отпустил её на рамки. Будем смотреть. Значит, соединяю я так вот их через газету. Это уже не первый раз, проверено. Если семейки такие, ну, не слабенькие, ну, одна из них, если такая крепкая, то пока я думаю, надо вытащить газету. Прихожу, там ничего нету, только вот этот сам ободочек по кругу и всё. Полностью всё вынесли, выгрызли, соединились. Ну, в общем, вот так вот. В общем, друзья, пользуясь вот таким вот методом соединения семей, напишите вы, поделитесь, как делаете вы, как вы их соединяете. Будет интересно. Делитесь опытом. А на этом всем пока. Всего вам хорошего. ВОДУШЬ Продолжение следует...